Всем доброго времени суток. Сегодня будет очередная история, которая называется Дельта Стадия. Но перед началом видео не забудь поставить лайк, подписаться на канал, кто еще не подписан, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем. По всему кабинету под ногами студентов растекались лужи воды. Снаружи огромные хлопья снега летали в таком количестве, что увидеть корпус факультета кибернетики было невозможно. Хотя до него было не больше сорока метров. Там, на улице, ветер со страшной скоростью гонял снежинки и закручивал их в смерч. А здесь он таял на подошвах ботинок и стекал с шуб и пуховиков. Маша каждый раз хотела напомнить, что возле столовой есть картероп. Но опять решила промолчать. Тем более до конца пары оставалось несколько минут. Гвиневская подняла руку. Маша кивнула ей. «Мария Александровна, я еще вот что не поняла на лекции». Она показала на старую табличку на доске, где была нарисована энцефалограмма и процесс ее снятия. Что там с фазами сна и как это связано с мозговыми волнами. Итак, фазы сна. На пару секунд Маша замолчала. Тему исследования электрических потенциалов мозга она не любила еще с третьего курса. Хотя и разбиралась в ней гораздо лучше других. Она достала другую табличку, на которой параллельно друг другу были изображены несколько типов сигзагообразных линий. Для начала. У здорового человека сон подразделяется на несколько циклов длиной в среднем по полтора часа. Каждая из них начинается фазой медленного сна и заканчивается фазой быстрого. Кто в курсе, чем они отличаются? «Макухин, вы сегодня какой-то тихий». «Ну...» Тот отоблекся от телефона и посмотрел на диаграмму. «Быстрый сон так называется, потому что во время него быстро двигаются глазные яблоки. Потому что человек видит, ну, сон. Ему что-то снится, и глаза двигаются из-за этого. А в медленном сне глаза не двигаются». «Ну, в принципе, правильно». Маша кивнула. «Но это не самое главное отличие. И вот при чем здесь мозговые волны. В фазе быстрого сна мозговая активность качественно такая же, как и в то время, когда мы не спим. Но заметно интенсивнее. Да, все правильно. Когда мы видим сны, мозг работает гораздо активнее, чем, например, на лекции». Студенты захихикали. «Мария Александровна». Зайенко на задней парте тянул руку. «Это значит, на лекции по физиологии растений активность мозга самая высокая?» «Нет». «И когда на четвертом курсе начнется социология, а вы поймете почему». «А теперь самое интересное». Маша повысила голость, чтобы смех прекратился. Медленный сон. В нем выделяется аж четыре стадии, но вкратце можно сказать, что все они постепенные этапы одного процесса. Первая стадия, по сути, переходная. Затухают альфа-волны, а они характерны для спокойных, расслабленных состояний, таких как медитация или процесс засыпания. Вместо них появляются более медленные тетаволны. На этой стадии снижается мышечный тонус, мысли человека постепенно перетекают во что-то вроде галлюцинаций. Но это не совсем сновидение. До фазы быстрого сна еще далеко. Дальше наступает вторая стадия. Активность тетаволны растает, а остатки альфа-ритма превращаются в интенсивную структуру. Сонные веретена. Маша показала указкой на короткий участок энцефалограммы, где амплитуда волны резко возрастала, а потом также резко затухала. И таким образом получилось что-то вроде горизонтально вытянутого овала. Это участки очень учащенного альфа-ритма. Причем кроме них, альфа-активности на этой стадии больше не наблюдается. Когда регистрируются первые сонные веретена, можно быть уверенным, что человек заснул. Пропадает мышечный тонус, наблюдается снижение температуры тела и артериального давления. После этой стадии наступает третья и четвертая, которые многие ученые объединяют в одну. Она называется «Дельта-сон». Именно в тот момент кто-то открыл и через секунду закрыл дверь аудитории. Но она успела различить на фоне тускло освещенного коридора черный силуэт женской фигуры. Маша почувствовала, как по ее плечам и затылку растекается холод. Почти семь лет она была уверена, что больше никогда ее не увидят. Ветер ударил в окно, и стекло задрожало. Там, на улице, уже ничего не было видно, кроме снегопада. Дельта-сон. Тишина в кабинете и взгляд пятнадцати студентов вывели Машу из ступора. Чем он характеризуется? Так. Ну, во-первых, тетаритм сменяется дельтаритмом. У него гораздо ниже частота и сильнее амплитуда. Вот здесь можно наглядно увидеть разницу. Это энцефалограмма человека, занятого активным умственным трудом. Маша показала на частые мелкие волны, похожие на кромку слегка искривленной пилы. А это активность мозга во время дельта-сна. Огромные резкие линии на графике внизу выглядели как попытка сумасшедшего зачеркнуть что-то, что он только что написал. Артериальное давление и температура тела падают до своего физиологического минимума. Мышечный тонус нулевой. После окончания дельта-сна мозг проходит стадии в обратном порядке. Вторая, первая, а потом начинается фаза быстрого сна. Так замыкается полуторачасовой цикл, который в течение ночи в норме повторяется 4-6 раз. Да. Гвиневская опять подняла руку и Маша ей кивнула. То есть во время быстрой фазы человек видит сны, а в медленной нет? Правильно? На самом деле вопрос о сновидениях в дельте-фазе остается открытым. Нехорошо было врать отличницы, но официальная программа для того и существует. Человека в состоянии медленного сна трудно разбудить, а когда он просыпается, то уже ничего не помнит. Только иногда люди могут описать обрывки каких-то очень странных образов, но не факт, что это вообще можно назвать сновидениями. С другой стороны, именно для дельта-сна характерен лунатизм. То есть поведение человека носит более-менее осмысленный, но, скажем так, активный характер. И да, получается даже с падением мышечного тонуса в медленном сне не все так просто. Мария Александровна. Заянка поднял руку, и она кивнула ему. А осознанные сны — это миф или есть научные доказательства? Маша почувствовала, как по ее предплечьям пробежали мурашки, а взгляд оторвался от студента на задней парте и остановился на входной двери. Почему сегодня? Почему столько флэшбеков из далекого прошлого набросились на нее за последние десять минут? Это не миф. Маша с трудом преодолела еще один приступ ступора. И научные доказательства существуют. Более того, большинство людей хоть один раз в жизни испытывали состояние, когда понимали во сне, что они на самом деле спят. Но изучить это явление трудно. Спонтанно оно возникает крайне редко. А тренировки для его развития занимают многие годы. А энцефалограмма во время этого отличается? Есть отличия в активности префронтальной коры. В коридоре прозвучал звонок, и Маша сразу этим воспользовалась. Так, на следующее занятие учим тему высшей моторики. Тридцатый параграф. Теменная доля, пирамидные пути. Все, до свидания. Студенты оделись и вышли по коридоре направо. Маша закрыла кабинет на ключ, но повернула в другую сторону. Из огромного окна перед лестницей видно было не дальше, чем на два метра. Сразу за стеклом на бешеной скорости пролетали крупные снежинки, но их трудно было различить на фоне сплошной белой стены снегопада. Силуэт стоял прямо перед стеклом, спиной к Маше. Черные волосы и черное пальто, на которое налип снег. Когда ее шаги остановились, силуэт повернулся к ней. «Ну что, привет! Как жизнь?» Ее взгляд сразу вцепился в Машу. За семь лет она уже успела забыть, насколько холодно ей становилось, когда эти серые глаза впивались прямо ей в лицо. «Интересно, она когда-нибудь моргает?» «Хорошо, преподаю». Диссертацию недавно защитила. Маша старалась смотреть бывшей подруге на подбородок, но ей все равно казалось, что эти глаза считывают ее мысли гораздо лучше энцефалограммы. «На какую тему?» «Зависимость социального поведения крыс от развития нейронных связей в височной доле головного мозга». «Хм, то есть у крыс есть речь?» Тонкие губы над подбородком улыбнулись. «Но, по крайней мере, высокие коммуникативные навыки, напрямую связанные со слухом». «А я всегда думала, что ты будешь изучать человеческие сны». Маша сама не заметила, как подняла взгляд и посмотрела в холодные серые глаза. За несколько секунд молчания они ни разу не моргнули. «А ты, Света?» Она решила вообще не отвечать на этот вопрос. «Кем работаешь?» «Татуировщицей». После третьего курса закончила художку и пошла в тату-салон. «То есть после... После всего этого ты не вернулась в универ?» «Не-а». Света слегка скривила губы и наклонила голову, как будто говорила про что-то обыкновенное. «В июле закончился суд. Меня оправдали по всем пунктам. В августе пришла, сдала сессию. Но на четвертый курс решила не возвращаться. Представь, чтобы говорили у меня за спиной». «Думаю, правду». Голос Маши стал жестче. Она серьезно хотела сделать вид, что ни в чем не виновата. Ты знаешь, далеко не все. И я не собиралась его убивать. Голос Света звучал так, как будто она умоляла ей поверить. Очень редкая для нее эмоция. Это была сама барона. То есть это он был во всем виноват? Этого я не говорила. Какое-то время они стояли и смотрели друг на друга. Потом Маша спросила. «Зачем ты пришла?» «У тебя еще бывают осы?» Этот вопрос был слишком внезапный, поэтому она ответила не сразу. «Это тебя не касается. Уже семь лет все ее сны были практически одинаковые. Раньше она думала, что у нее было много причин этим заниматься. Но теперь понимала, причина всегда была только одна». «Значит, нет. А я вот не бросила». Света ненадолго замолчала, но бывшая подруга отвечать не собиралась. И я дошла до туда, до самого дна. И я уверена, перед смертью он тоже там был. И там с ним что-то случилось. «И что же ты увидела на этом дне?» «Расскажу, если согласишься мне помочь». «В чем?» Маша развела руки в стороны. Она не понимала, про что они говорят. «Что тебе нужно от меня?» «Энцефалограф». Она почувствовала, как перестала дышать. Казалось, что ее мысли остановились, но на самом деле там поднималась паника. «Нет! В осу войду я! Ты просто будешь следить за показателями!» «Нет!» «Пойми же! Мне может присниться все, что угодно. Только энцефалограмма подтвердит, что я реально была там». «Нет!» Я сказала. «Да почему нет? Ты боишься, что я проснусь сумасшедшей? Или боишься признать, что с Антоном случилось то же самое?» Маша молчала. Я не думала, что все так получится. Света очень хотела, чтобы ей поверили. «Ну, честно!» Маша не знала, что ответить. «Давай так!» Она медленно выставила вперед руку, как будто хотела, чтобы та успокоилась. Ногти были покрашены в черный цвет. «Ты подумай! Я приду через три дня!» Снег на ее спине уже почти растаял. Маша смотрела ей вслед и молчала. «Кстати!» Света уже стояла в тени возле лестницы, но обернулась. «Ты когда-нибудь замечала, что Антон боится ключей?» А в ответ та только покачала головой. Черный силуэт кивнул головой и вышел. А Маша вернулась в свой кабинет. В ее голове всплывало все, что случилось семь лет назад. Продолжение следует... Продолжение следует...